Всем доброе утречко! Я только проснулась. Вообще, когда просыпаюсь, я иду умываться, смотрю на себя в зеркало. Мне так нравится, когда у меня лицо опухшее. Правда, нравится. Ну вот после сна именно, знаете. Не синяки, естественно, под глазами, а мне нравится, когда вот у меня чуть нос опухший, потому что он у меня обычно слишком маленький, а такой он становится круглый, ровненький. Когда у меня чуть губы опухшие. Короче, я себе нравлюсь, когда я опухшая. Ну, единственное, синяки под глазами все выбивают. Вот эти мешки под глазами. Всю красоту. Так, у нас сегодня суббота. Мы только проснулись, что-то мне горло хрипит. Мяски там уже. Мюсли на место ставят. В общем, я сейчас буду делать, наверное, сегодня оладушки, потому что у нас кефира там много, а не блинчики. Сделаю оладушки, дети поедет. Они поели уже хлопь с молоком до того, как я проснулась. Сережка там уже на улице с ними гуляет. У нас сейчас 10 часов. В общем, детям, когда в садик не нужно, они самостоятельно встают. То есть, когда им нужно в сад, я их обычно буду полвосьмого, они не могут встать, они лежат, я их одеваю самостоятельно. То есть, они даже просто встать не могут. Когда им не надо в сад, они вскакивают в 6 утра, все, довольные, уже играют, сами одеваются быстро. В общем, не знаю, это какой-то парадокс. Так, дедушка там пришел. Все, а Сережка прям вот-вот-вот тут вон торчит. Он там красит стену. Миша со Степой играет. Дедушка принес по пончику детям. Вот такие вот огромные пончики размером с тарелку. Это Никита съел, не доел. Это Степа ел, не доел. Тут Миша ел, не доел. И, в общем, пока они поели эти пончики, я поняла, что я не буду сегодня делать оладушки, потому что, ну, я их сделала, они просто будут лежать. Одна я их поям, не хочу я для себя только делать. Поэтому, в общем, сегодня, наверное, без оладушков, без блинчиков, пончиками они наелись сейчас. Вернее, это был второй уже завтрак, до этого они ели еще. Никита говорит, что будет оладушки. Никит, точно будешь оладушки? Точно делать? Ну, ладно, старушка. Папа? Степа, иди ротик помой у тебя от пончика. Да не помой, говорю, а не вытри рука. Можно, только сначала рот иди помой. Ну что, в итоге я все-таки сделала оладушки. И у меня там еще одна порция, последняя на сковороде. Наверное, попробую сейчас Никиткин пончик. Но вообще, в последний раз, я помню, года два назад мы как-то пончики целую коробку то ли выиграли, не сомневаюсь, чтобы мы их купили просто. Мы их съели, но нам не понравилось. Мы подумали, что вместо пончиков лучше бы одну пиццу, потому что мы как-то сравнили по цене, что примерно одинаково. А мы намного больше любим что-то не сладкое, чем вот такое вот. Но Миша сейчас прям с удовольствием ел. Степа, с удовольствием ел. Им понравилось. Никита один его долго оставил. Так, у меня тут последняя партия оладушки. Снимаю и сама сажусь завтракать. Сердечко одно получилось. Вот если чуть муки поменьше в оладушки кладу, то получаются вот такие. С борстиком. Если чуть побольше, то они полностью прожариваются. Так, сняла все оладушки. И вообще смотрю сейчас на оладушки. Мне так нравятся. Я обожаю и блины, и оладушки. Вообще люблю мучное все это вредное. Вот. И сейчас вот думаю, если бы мне был выбор взять вот такие вот оладушки, например, со сметанкой или пончик с шоколадом, я бы выбрала оладушки со сметанкой. Но реально же это вкуснеет. Как-то по-домашнему. Пончик, наверное, как-то вот, ну, не знаю, раз в год, типа, побаловаться можно. А Степа увидел, говорит, он еще и с шариками. Я говорю, да, разноцветный. Он такой, о, здорово. Я вспомнила про Пасху. Скоро Пасха, будем, это, куличи печь. Надо вот такую посыпку какую-нибудь, интересно, взять разноцветную, раз Степе так нравится. Ешь, ешь. Что, Мишенька, говоришь? Очень-очень вкусный пончик, да? Ты дедушке спасибо сказал? Да. Ой. Нет, забыл? Ну, Степа сказал, это дедушка Степе передавал. Степа первый брал все, раскладывал. Степа сказал спасибо. Нельзя, Никитин, есть. Я сейчас отрезала кусочек пончика, попробую. Чего ты мне принес? Ну, я же кушаю, Степ. Ну, так нельзя ссувать мне. Потом возьму, ладно. В общем, я отрезала себе кусочек, попробовала. Это не похоже на пончики. Я поняла, почему детям так понравилось. В прошлый раз мы просто покупали, когда, ну, не знаю, не покупали, может, выиграли, я вот правда не помню. Им не понравились пончики. А сейчас они с удовольствием ели, потому что это не пончики, а булочки. Просто булочки, они кругленькие, сверху с шоколадом. Обычные булочки. На пончики это не похоже. То есть они по персистенции совершенно другие. Это именно булочка. Ну, конечно, булочка обычно мягкая. Это очень вкусно. Не знаю, почему Никита не съел, может быть, ему шоколад не понравился. Очень вкусно. Обычно белая булочка. Я тут, значит, пончики делаю, кофе сижу пью. А потом на время посмотрела, там у меня 11.20 уже, а Миша в 11.40. Так, на занятия, короче, я допиваю кофе. 5 минут у меня есть. И на самокате его быстрее везу на занятия. Мишуль, можешь идти обуваться уже. А, курточку надень только. Слушайте, я отвезла Мишу. Какая классная погода. Просто потрясающе. Я Мишу даже куртку не хотела надевать, а потом подумала, если солнце скроется, будет прохладней. В итоге надела ему тоненькую вот эту его курточку, но вот так вот, просто вот такой толстовки. Очень классно. Да, мам, приехала. У тебя было окошко. Мама, мама, мама. Хотела показать, что сегодня. Сережку-то взял. Он утром покрасил вот черным цветом. Это гидроизоляция. Тут же земля будет насыпаться. Вот гидроизоляцию покрасил. Спрашивал у меня, до конца красить, или вот как плитка будет лежать. Я говорю, ну в принципе, у нас окошки же красненькие, крыша красная. Наверное, вот лучше вот эту полоску оставить красной. В итоге оставил так. Но в принципе, если бы была бы черная, ну, тоже было бы хорошо. Лап, ты чего меня жуешь? Ты чего меня жуешь? Не, нюхаешь просто, да? Детки там в окошке. Дедушка здесь с Сережкой работает. Сейчас Никиту уже буду отводить. Наверное, Степу возьму с собой гулять. Сейчас зайду, не слышу, Никитуль. Так, мы собрались. Сейчас поведем Никиту на занятия. Степка в таком классном комбинезончике. Зря я Мишке надела куртку. Ну, очень тепло. Мы ее сейчас в руках понесем. Никита пошел искать свой самокат. Тоже хочет на самокате. А я тоже хочу на самокате. Я говорю, Степ, давай на нашем самокате. Потому что ему не хочет на беговеле. Даже не знаю, что делать теперь. Бежать за ним? Потому что если я буду на самокате Степ на беговеле, так нельзя. Я должна следить за Степой, а не за собой. Оранжевый, да, самокат. Мы что-то не можем найти в этой куче наших... Наших всяких транспортов. Тут и коляски, и санки. И вот где-то самокат Никиткин потерялся. Так, отвели мы там Миша с Никитой. Вместе сидят пирожочки. Степка подглядывает. Купите. Знаешь, у нас тоже такое. Тоже у нас такое? Что у нас там? Купите маленькие. Мне кажется, они еще не начали занятия. Мы, кстати, приехали на самокатах. На двух. Но я их тут оставлю. Мы сейчас со Степой пойдем погуляем, пока у них занятия ножками. Без всяких самокатов. Говорит, смотри, какой трюк я умею. Ничего себе! Вот это ты у меня обезьянка. Да. У нас как слез. Как слез. Молодец. На площадку. Пошли на площадку. Я сейчас посмотрела на Степкину комбинезончику. Подумала, странно, что он ему мал, потому что там размер 98-104, а Степа у нас, ну, Степе этот размер еще немножечко большеват обычно. А потом вспомнила, мы его когда вот только получили, я его ушивала немножко. Надо просто распороть. Вообще забыла. Там прям вот столько я ушила. Много. Мы пришли на площадку, я смотрю, написано от Ильи. Степ, давай зайдем, я тебе этот шов распорю ножницы. Ножничка возьму. Зашли туда, там женщина говорит, ну, давайте, раздевайтесь. Я разделась. Я разделась. Я Степу раздела. Ниточку просто вытащила. Я делала обратно. Говорит, самообслуживание какое. Я говорю, ну да. Так получилось. В общем, распорола я ему этот шов. Не, он там вот такой небольшой был шов. Я просто нитку вытащила, даже ножницы не протребовались. И все. Ой, Степ, по-моему, цветочек вырос первый. Посмотри. А сзади тебя, посмотри. Это что такое? У нас сейчас 20 градусов, представляете, и солнце светит. Слушайте, ну у нас прям очень сильно жарко. Я прям сейчас кофту сняла. Но, к сожалению, не могу снять, потому что у меня там футболка такая домашняя. Не знаю. Ну, не хочу снимать. Но жарко очень. 20 градусов, на солнце, мне кажется, все 30. А люди, некоторые детей, вот в шапках, куртках теплых, смотрю, гулять вывели. Сидеть, как дети, а мой вот такой. Экспериментатор. Все, мы забрали Мишку. Там Никита уже катается. Степа здесь ползает. Такие классные. Слушайте, мы пришли домой, мы так классно погуляли. Сейчас полчетвертого. Представляете, как долго мы гуляли? У меня села камера, и, если честно, слава богу, потому что я бы там наснимала как раз-таки часа два, а потом бы просто два часа сидела и это монтировала, и мне бы было жалко все это удалять, потому что я обожаю смотреть, как мои дети гуляют, и мне все хочется оставить, и я понимаю, что это только мне интересно. Ну, реально, вот на прогулках, когда я их снимаю, мне хочется все это оставить. Поэтому камера села, вы там можете заметить, я уже прерывисто говорю, это я включаю камеру, начинаю что-то говорить, заканчивается батарейка, она резко садится, поэтому так прерывисто получается. В общем, могла снять на телефон, но не стала снимать на телефон. Пришли домой. Сейчас сделаю плов. Степа, кстати, пришел домой, и домой не зашел, пошел вот сюда у нас в песочницу гулять, там Сережка с дедушкой. И Степа вот пришел. Что ты там нашел? У нас с утра все еще вот тут вот такая вот разруха. Что там? Это что такое? А, это червяки. Отпусти их, Степа, они землю пашут, они хорошие. В землю отпусти. Ты хочешь? Нет, домой нельзя их. Ты хочешь, ты можешь их оставить там на улице с ними играть. Но домой не надо. Да. Дождевых червей мне принес. Так, дедушка, он там. С Сергеем там уже вон какая огромная яма. Спрашивают, что за яма. Там у нас будет сарай, и под ним опять будет подвал. Вот, я так поняла. Ну, может быть, там какой-нибудь полуподвал, не знаю. Ну, в общем, там будет, ну, что-то такое внутри земли. Тут я ничего не собираю. Дети потом сами соберут. Это не моя обязанность. Но это со вчерашнего вечера. У нас так вчера я ничего не снимала. Сейчас планировала запустить прямой эфир. Но пока руки не дошли. Сейчас я, наверное, поставлю плов. Ну, вернее, я уже его поставила. Но я там только курочку поставила жариться. Ножки прям замороженные туда кинула. Сейчас поставлю плов уже. Ну, риса когда засыплю, тогда, наверное, запущу прямой эфир. Я провела сейчас прямой эфир. Вот сюда оставляю телефон и провожу прямой эфир. Дети кушают плов сразу после прямого эфира. А то не ждали его. Сидели, как только закончился прямой эфир. Я говорю сразу, иди, дитя, кушай. Че, Миш, не хочешь? Наелся? Ну, иди, свободен. Никита, вкусно? А Миша, как обычно, у нас не хочет есть. Я сейчас сама покушаю. М-м-м, соленый получился. Ты посолил, что ли, Никит? Нормально. Нормально? Угу. Ну, так солил. Обычно я не так сильно солю. Есть. Там босудомок помылось. Ты еще за огурчиком полез? Нет. А, чесночок. У меня дети обожают чесночок. Из банок с огурцами. И они обычно, если видят, сразу дерутся из него. Ну, не дерутся. Вот я так образно говорю. Спорят. Это мой, нет, мой. Приходится три искать, чтобы каждому хватило. А сейчас Никита один ест. Сам увидел, сам достал. Вкусно? Слушайте, ну вкусный плов получился. Чего Миша не стал есть, не знаю. У меня спросили, сколько мы за квартиру платим. Вернее, за дом. Если не секрет. Я сказала, Миша принеси, он мне не принес. Кританцы. Сейчас я скажу, сколько мы платим. Если честно, я просто забываю, сколько там чё почём. Так, сейчас скажу, Серёжка тут пришёл. Вот вот Серёжка разбирается, что за что мы платим. Давай, расскажи, сколько мы за что платим. Ну чё, ну вот. Ну вот, я смотрю, за газ за этот месяц 1927 рублей. За вывоз мусора 464 рубля. Притом мусорки рядом у нас нет. То есть у нас, чтобы вывезти мусор, нам надо ехать к соседнему домам. Там чё эти закатаются? За воду. За воду. Ну, около тысячи. Около тысячи рублей вода у нас стоит за месяц. Что ещё у нас есть какие-то стоят? Ну, ещё септик. Но мы пока не вывозим. Мы септик ещё ни разу не выпачиваем. Ну, грубо говоря, на тысячу рублей на томат. Ну, я думаю. Или ещё делка. Я на гулялся. На гулялся. Так, ещё у нас есть электричество. Сколько мы сейчас за электричество платим? Ну, примерно 4 тысячи. Ну, грубо говоря. Примерно 4 тысячи. И за воду вот сейчас 505 рублей. Но если летом мы поливаем, то там гораздо больше выходит рублей. Сколько летом? Мне кажется, тысячи две мы платили. Если не две с половиной. Ну, в общем, гораздо больше воды льётся летом. И то мы ничего практически не сажали. Это вот помидоры были. И плюс, ну, дети просто любят летом плескаться. Мы там пытались в бассейн маленький набрать. И просто душ чаще принимаем. Ну, в общем, летом за воду, конечно, гораздо больше платить. Ну, и всё. Ну, основные расходы это электричество и газ. Матюшки принесли собачку к врачу. Она очень сильно чихала. И врач её вылечил. Молодец, Миш. Выпрями спинку. Чё ты лёг-то? Теперь на меня посмотри и расскажи, что там произошло, Миш. Не так. Ну, там написано, перескажи текст. Ну-ка, перескажи, что там было-то? Чё с мальчиком случилось? Мальчики зачихали? Собачка вчера. Там мальчишки принесли собачку к врачу, а врач вылечил собачку. Молодец, Миш. Вот видишь, одно задание сделали. Доставать их прописи. Мы с Мишей задание делаем домашнее. Вернее, им домашнее задание не задают. Это за пятницу мы делаем. Мы в пятницу пропускаем одно занятие. А потом его отрабатываем. Вот. В субботу. Удивительный факт. Расскажу сейчас. Делать чужие домашние задания намного интереснее, чем свои. Да, Никит? Свои не могу, Глоря, делать. А чужие берёт и делает самостоятельно, с удовольствием. Ну-ка, дай я посмотрю, Миша. Ой. Ну, молодец. Почти попал. А что ты не обвёл, Миш? Миш, ты тут ой писал много раз. Посмотри, давай выберем вот самую первую строчку. Посмотри. Выбери, где ты написал правильно. Вот тут. А всё остальное, Миш, правильно или нет? Неправильно. А чего там неправильно? Знаешь, почему неправильно? Потому что мне... Буква Е в другую сторону. Миш, а знаешь, почему неправильно? Потому что не обводишь. Обвёл бы, написал бы правильно. Это... Он, 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 он. Ещё туда ударение падает. А мне сейчас пришла доставка продуктов. Сегодня мы заходили в магазин, но я не стала покупать много продуктов. Только лаваш купила, который тоненький. А это всё заказала, потому что очень тяжёлая сумка большая. Это я заказала из Delivery Club. Они быстро привозят, почти как самокат мне привозят. Журналчик положили. Пасхальный, новенький. Держите. Это вам. Читайте. Заказала здесь молочко. Сметана. Капуста пекинская. О, у меня аж две штуки положили. Знала бы, попросила бы один положить. Но у Delivery Club есть такая особенность. Именно в Волгограде, не знаю, как в других местах. Они, в отличие от Сбермаркета, не звонят. И, ну, кладут вот, что есть, то и кладут. На их вкус, короче. Хотя у меня написано, позвоните, если там что. Вот мне одна нужна была капуста. Мне две не надо было. Они положили, старались там по тому весу, который там написан. А нельзя было в приложении выбрать полкило. Там есть только килограмм. Короче, постарались мне найти килограмм капусты. Вот это очень плохая. Вот это хорошее. Так, дальше. Огурчики заказала. Яйцо. Заказала окрык свиной. Вообще, думали, может, шашлыки сделать. Но, наверное, не будем. Но потом его приготовлю. Здесь куриное филе. Помидорчики. И бананы. Все, больше ничего в этот раз не заказывала. Небольшой заказ. Притом, вышел на много. Потому что тут мясо. Ну, я имею в виду по стоимости на много. 1757 рублей. Вот. Кому интересно цены, смотрите. Мы обычно вообще мясо покупаем на развес. Сережка ездит покупает. А это я решила сейчас заказать. Там Сергей костер развел. И Никита забежал в этот момент. Говорит, мама, ты пока заказываешь, закажи мясо. Шашлык будем делать. И вот я заказала окрык свиной. Аж две упаковки тоже положили. И вот если бы они позвонили, как Сбермаркет, я бы сказала, мне одну упаковку нужно. В итоге две упаковки положили. И я, наверное, положу в морозилку. Не буду сейчас готовить. Потому что костер Сережка там уже потушил. Ну и, в принципе, он разжигал его не для того, чтобы сделать шашлык. Просто Никита меня сбил. В общем, с толку. Говорит, мама, будем шашлыки делать. Мясо заказывай. Вообще заказала просто так. И бананы, смотрите, какой цвет. Как яблоки. Один в один, как зеленые яблоки. В общем, бананы прям зеленые. Тоже, говорю, Сбермаркет всегда звонят и спрашивают. Вот бананы только зеленые. Вам положить или не нужно? Деливери не спрашивает. Но деливери мне всегда привозят быстрее. Я заказала вот чисто потому, что хотела быстрее. Думала, шашлык сейчас будем делать. Короче, зазря. Надо было Сбермаркет в этот раз заказывать. С этой стороны чуть пожелтее. Ничего, сейчас до завтра дозреют. Я вчера вышила вот такую футболочку. Не показывала на Ютубе, показала в Инстаграм. Смотрите, какая потрясающая вышивка получилась. Она будто объемная. Такая здоровская. Мне очень нравится этот тигр. Классный такой. В общем, она как будто вот... Я очень переживала то, что черный на черном не очень видно. И переживала, что рисунок не такой четкий, что ли. Нет, очень даже хорошо видно в итоге получилось. Потому что вот она как будто выпуклая такая. Очень здорово. Прям потрясающий рисунок. Очень мне понравился. Здесь еще и имя написано. Здоровски. Это взрослая футболка, не детская. Вот такая вот большая красивая футболка. Рисунок тоже очень большой. Это моя ладошка. Как четыре моих ладошки. Рисунок. Я тут делаю мороженое очередной раз. Взбитые сливки у меня. Это я уже взбила. Вот эти вот сливки у меня всегда хорошо взбиваются. Мне они очень нравятся. При том, что вот каждая новая упаковка, она бывает разной консистенции. Бывает прям очень густые. А бывает жидкие, но все равно хорошо взбиваются. Вот такие вот сливки получаются. Сейчас добавляю туда какао, добавляю сгущенку, замораживаю и получается мороженое. В этот раз вот такая вот чашка у меня получилась полная. Там двухцветное мороженое. Снизу беленькое, сверху шоколадное. Но я там еще в середине помешала, поэтому в середине оно будет такое, типа мраморное. Все, ставлю в морозилку. Субтитры сделал DimaTorzok